Алена случайно встречается с Сергеем, который устроился на работу в милицию и служит под началом соперника Виктора. Анатолий начинает свою интригу против Филатова, он считает, что тот его не ценит. Алена с Сергеем тайно встречаются в родной деревне. Сестра говорит Филатову, что бывший Аленин жених вернулся в город. Филатов предупреждает жену, что Сергей не поздоровится, если он узнает о встречах Алены с ним. Интрига, закрученная с Анатолием, развивается и приводит к столкновению Филатов с бывшим партнером Панкратовым. В эту войну вовлечены и Сергей, как сотрудник полиции, и Виктор, как криминальный журналист и его соперник Хириллов, бывший муж Насти. Война заканчивается кровопролитием, погибают и Филатов, и Панкратов. Казалось бы, Алена теперь свободна и может соединить свою жизнь с Сергеем, но он отказывает ей. К нему приехала женщина, которая жила с ним несколько лет и спасала ему жизнь на войне. После смерти Филатова и Панкратова владельцами завода становится Алена и сестра Филатова Светлана. Анатолия пытается обворовать молоденькая девушка Лера. Это странное знакомство меняет жизнь Анатолия. Он влюбляется в данную девушку, детдомовку, судьба которой напоминает ему собственную. Маша пытается объясниться с Аленой, и та соглашается отказаться от Сергея. Партнер Анатолия и Денис, который помогал ему во всех противоправных деяниях, требует, чтобы он начал отнимать завод у Алены, не гнушась никакими средствами. Под удар бандитов попадает и Виктор. Лера, подруга Анатолия, беременна. Это радует всех, кроме Ольги. В их семье не может быть больше никаких наследников, поскольку проклятие падает и на них. Денис решает, что пора перейти к активным действиям по устранению Алены, единственной владелицы завода. Но его пути встает некий Анатолий.